Все, Юля, расплатились! Конец ипотеке! Ой, Слава, 35 лет! Думала, не потянем! Потянули, Юля, потянули! Вот она! Мечта любого человека, однокомнатная, 18 квадратов, Бутово, Сокольный этаж. Все, сейчас отъедимся пару дней и машину в кредит возьмем. Какую машину? Крузак новый. Двухсотку хочу. Только двухсотку новую, Юля. Ты что, крузак стоит, как четыре эти квартиры? Мы не потянем. Так я тебе говорю, отъедимся пару дней. А-а-а, отъедимся. Конечно, я же не дурак. А-а-а. Я рассчитываю свои силы-то. Слава, иди сюда, смотри, какой вид из окна. Какая лэп. Какое кладбище. Какая тюрьма. Как и обещали, Юля, развитая сеть социальных объектов. Не обманули. Какое агентство честное, а? Какая квартира. Я полюбую слягу, сил нет. Да, да жизнь наша, наша все. Юлечка, смотри, любуйся. Папа, папа, я родину воробья выслетил. Все, сыночка, не надо нам теперь больше этого. Не надо, все. Расплатились, сына. Ой, сейчас поживем в свое удовольствие. Вот хочешь ты, например, хлеба, будет тебе хлеб. И настоящий, из магазина, а не из кормушки. Целый батон, сыно. А что такое батон? Ах, ты же не знаешь, ты же после ипотеки родился. Ну, сюрприз, сюрприз для тебя будет, сюрприз. А кто придумал ипотеку? Ой, ипотеку, сыно, придумали очень умные люди, которые сами ее никогда не брали. А зачем они ее придумали, ипотеку? Ну, чтобы самим ее никогда не брать. Да. Прохожу, уже чуть-чуть, дверь открыта была. Извините, люди. Здрасте, секундочку, я уже подошел. Значит, ребят, я из агентства недвижимости, где вы приобрели эту квартиру. Смотрите, всем своим клиентам мы дарим статую чугунного коня. Конь – это символ счастья и благополучия. Все, живите в мире, молодцы, спасибо, что посетили. Слава, он тяжеленный, нам проще переехать, чем коня передвинуть. Юлечка, не шуми, не шуми. Давай там, где конь, комнату деда сделаем. Он в жизни все пропил, может, и коня пропьет. Привет, новоселы. Мы ваши соседи. Такой же конь, как у нас. А вы там, где конь, какую комнату планируете? Детскую. Дед там будет жить. А у нас проблема. У нас конь упал. И сразу на две комнаты. Поможете поднять? Поможем, только отъедимся сначала. А вы чем отъедаться собираетесь? А у нас сын воробья выследил. Воробья. А что тут в округе еще водится? А дом давно заселили. Ничего нет уже. Если посчастливится, можно осиновую кору найти. Надо копать. Под снегом землю. Ага. Ну, давайте тогда нашего коня передвинем. Где у вас тут помойка? А у нас нет помойки. Полгода живем, никто еще ничего не выбрасывал. Люди, это опять я. У меня вопроска. Слушайте, я к вашим соседям звоню, звоню. Никто не открывает. Давайте их коня я вам оставлю. Не надо, не надо, гадина. Не надо, ничего оставлять. Не ставь его. Иди звони, они дома. Они дома, просто сахар им кусочек под дверь подсунь. Они через полчаса откроют. Они в обмороке лежат, у них сахар в крови упал. Иди, иди, звони им, они там. Иди, гадина. Ну, что, соседи, двинем коня, организуем первую помоечку. Нет, мы впятером до помойки коня не дотолкаем. И что делать? У нас же весь дом ипотечников. Сейчас что-нибудь придумаем. Ипотечники, выходите! А, чё из зала никто не выходит? Что, в зале нет ипотечников? Ну что, вот стоим мы перед вами, простые российские ипотечники. Да, вид у нас неважный. Но именно благодаря нашей стойкости строится мост в Крым, космодром Восточный. И до сих пор существует Сколково. Ну что, говорим мы, и двинем недвижимое. Ну что, говорим мы, и двинем недвижимое.